Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Напомню, телефон в студии 847-400-5200 Если будут вопросы, пожалуйста, звоните Возвращаясь к звонку нашего радиослушателя Который говорил о сионистке Юле Которая звонила Галлахару на шоу И била себя в грудь и говорила, что она сионистка При этом она всячески пыталась набросать грязи на президента Трампа Который сделал для Израиля столько, сколько не сделали Все сионисты вместе взяты Да, все сионисты такого плана вместе взяты А тут недавно в СНН проводил таунхоллы с кандидатами от Демократической партии И вот еще один такой же сионист, как Юля По имени Барни Сэндер Сказал, что Израилем управляет расистское правительство Правое правительство во главе с расистом То есть уже Натаньяху у нас расист Натаньяху расист и вот примерно из одной категории сионистов Юли и Барни Сэндерс Вот такие они любят называть себя сионистами, любят называть себя евреями Но готовы поддержать любого мерзавца, который как только может вредит Израилю Как только может Но зато они готовы пойти на баррикады и в поддержку выступить против президента Который пытается остановить исламизацию страны Вот такие они сионисты Вот Сэндерсы, Юли Грустно, просто грустно Вообще таунхолл это было что-то Вы посмотрите, у меня слов не хватает С какими программами выходят кандидаты Я вот хочу послушать твое мнение, потому что у меня точно слов нет Значит, их задача заглянула То есть если суммировать В двух словах сказать так Значит, если суммировать выступления каждого из них, собрать в одну кучу То это можно суммировать так Отнять права у законопослушных американцев Просто лишить их даже конституционных прав Как заявила Камала Хэррис О том, что если я дам Конгрессу 100 дней Если они не примут закон О контроле над оружием Значит, я тогда и сдам исполнительный указ То есть, по сути дела Бесконечные, нескончаемые попытки Отменить или отщепнуть кусок От второй поправки Конституции Значит, вот это один пункт То есть, отнять права у законопослушных грязан И наделить правами худших из худших Берни Сэндерс задала вопрос девочка Вы говорите о том, чтобы позволить голосовать уголовникам Даже не тем, которые вышли из тюрьмы А тем, которые находятся в тюрьме И вы считаете, что, скажем, Царноев, который Бомбист, который Джохар Царнаев Который взорвал на марафоне на Бостонском Он имеет право голосовать? Да, сказал Сэндерс Даже самые худшие из них, включая террористов То есть, человек, который сидит в камере смертников Имеет право голосовать То есть, насильники, педофилы Вся эта срань должна иметь право голосовать А еще хороший попутный вопрос был А если, скажем, избирается какой-то человек Политик, который может оказать влияние на законопроекты Которые защищают права женщин И вот насильники будут голосовать А ты мне скажи, человек, который совершил акт насилия Против не только людей, которые бежали этот марафон А против страны, в которой он получил гражданство И вот этот человек должен иметь право голосовать От имени той страны, в которой он совершил насилие В общем, наделить правами всю мразь Для того, чтобы она имела право, сидя в тюрьме, голосовать Запретить оружие Ну, это попытки нескончаемые такие Они все делают для этого Значит, 1.3 триллиона долларов Составляют долги по студенческим займам Другая сумасшедшая городская Покахонтас Простите, ну, а там целую программу придумала Если до такого, там столько-то доход То вот столько с вас пишут Ну, одним словом, за раз 640, по-моему, миллиардов долларов Бах, именно То есть 640 миллиардов долларов вынуть у вас из кармана И простить этим дятлам, которые учились непонятно на кого Заплатили деньги Зато они точно знают Вернее, они не очень уверены в своей половой принадлежности То есть они не знают, мальчики они или девочки Они точно знают, что глобальное потепление уже через 12 Даже уже меньше, чем через 12 лет Мы все, так сказать, исчезнем Потому что глобальное потепление и прочую всякую хрень И теперь они не могут устроиться на работу И не могут рассчитаться с этими долгами Так вот, им простить, чтобы мы из своих карманов вынули И, так сказать, погасили их долг Это еще одна идея, с которой эта партия идет на выборы Третья идея Это репарации черным Непонятно, каким черным Я не знаю, сколько здесь осталось людей, которые, так сказать Жили во времена рабства И сколько осталось людей, которые владели рабами Я вот точно не владел рабами Мало того, я вам открою страшную тайну Ни мои родители, ни мои прадеды, бабки рабами не владели Но почему-то я должен заплатить какому-то выходцу из Джамейки, поскольку он черный Ну да В общем, еще одна гениальная идея Об этом говорят почти все А платить мы будем всем выходцем из Джамейки или только каким-то определенным? Они еще сами этого не знают Вообще, это сложный вопрос Поскольку они опресс А вот, скажем, Кори Букер Который тоже баллотируется в президенты Который родился с серебряной ложкой во рту Потому что родители у него довольно неплохо стояли Там экзекутив в IBM, по-моему, или где-то такое Он закончил университет и так далее Ему тоже я должен заплатить деньги за то, что этот шмак вот так решил В общем, идея потрясающая И находится... И экономика, вот как они говорят, мы говорим об экономике Это значит поднять всем налоги Потому что те налоги, которые сократил Трамп Их нужно отменить и всем поднять налоги И еще Покахонтас придумал еще один налог Который вообще идет в разрез с Конституцией Соединенных Штатов Америки Платить даже не подоходный Мало того, что подоходный налог, как они считают, нужно поднять до 70% А некоторые говорят до 90% Так она еще придумала налог на богатство То есть, если кто-то владеет состоянием Каким? Неважно, недвижимость, что-то там Как-то там 15, по-моему, миллионов И вот с этой суммы 2% каждый год человек должен заплатить Не просто один раз, а каждый год А каждый год То есть, на самом деле, уничтожить Мама дорогая, я когда слушаю этих Подожди, так это эти дебилы А еще один дебил Губернатор штата Пенсильвания Который решил поднять на 400% Все уплаты за лайсенсы, за ношение, за хранение оружия На 400% В общем, сказочные на всю голову кандидаты Но они понимают, потому что у них есть такие избиратели, как Маша Си Которая голосовала за Барни Сэндерса Знаешь, они же не просто так Они на самом деле не идиоты Но они точно знают, что у них есть какое-то количество идиотов Которые за них голосуют И эти идиоты выходят из университетов Причем, как показывает опрос По-моему, там половина студентов университетов Если не больше половины Отдают предпочтение социалистическому устройству государства Нежели капиталистическому Потому что подонки профессора Которые зарабатывают круглые суммы А занимаются тем, что промывают мозги вот этим Причем, слава богу, что не все Дети, которые учатся в университетах Не у всех у них мозг такой разжиженный И впитывает всякое дерьмо в себя Социалистическое, коммунистическое и так далее Все-таки из университетов, слава богу, еще выходят нормальные люди Но в одном из университетов Пенсильвании Уже создается класс Это будет, пока это будет электов То есть по выбору Я уверен, что скоро его сделают обеззаловкой Это изучение выборной кампании И президентства Трампа Нормально? Таких классов, вот если посмотреть по университетам Таких классов бредовых Всевозможные Тьма тьмущая Идите за это платье Абсолютно Потом удивляемся А почему? Откуда такие Такая плата за образование? Потому что Да, да, да Цензурные слова заканчиваются В этом месте Пытаются вырваться наружу слова Которые действительно определяют состояние умов молодежи Такой прогрессивной молодежи И прогрессивная Новое слово Прогрессивная молодежь Прогрессивная молодежь Тогда-то мы Прогрессивка была хорошее слово Прогрессивка Это премия была Это было, да Это за хорошую работу Тебе давали еще и прогрессивку А тут у нас оказывается Прогрессивная молодежь Которая денег не зарабатывает Но зато Прогресс Прогресс это это некое развитие по идее это не это не это некий шаг должен быть к улучшению чего-то к усовершенствованию и вот то что происходит они еще они считают что это прогресс 1 я мой вот вот еще и мне все время когда начинает какой-нибудь бэрни сэндерс говорить о том что мы самой неважно не все об этом говорят они все хотят социальную бесплатную медицину ни один еще не сказал нет в разных формах один называет это медикер для всех потому что это более привлекательно потому что мы все знаем что на сегодняшний день медикер довольно популярная программа правда на стоит хреновую тучу денег ужасная для тебя новость по подсчетам финансовой палаты наш медикер закончится через 17 лет это к этому что он такой удачная программа то есть любую программу которую начинает раны правительство раны либо я всегда привожу в качестве примера когда они впервые голосовали за принятие этой программы они оценили это в 9 миллиардов долларов значит друзья мои программа медикер когда принималась когда принимали решение что будет вот такая страховка для для это она оценивалась 9 с небольшим 9 и 2 десятых миллиардов долларов на сегодняшний день программа медикер и медикейт стоит без малого без каких-то копеек 1 триллион долларов так вот представьте себе если мы все получим эту программу медикер бесплатно но говорят что она будет стоить всего 32 триллиона ровно на два дня а потом мы все обанкротимся и будем на мало того есть еще одна программа который которую 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 раны правительства это social security которая тоже обанкротится до 36 лет дают все а может быть они примут не дай бог какой еще закон такой хитро модуль который все это срок сократит вдвое через 13 лет уже человек вышел на 5 извини нету они то нет пирамиды закончится самое страшное то что никого не посадят за но вот что нет самое страшное то что они вскрыли эту кубышку они разворовали оттуда деньги но воровали не так что раз напрямую по карманам ты или они всякие там pet project финансировали их полмиллиарда на эти solar power то есть они финансировали всевозможные программы а те люди которые получали деньги из казны возвращали часть этих денег в виде донейшн в избирательную кампанию этих с позволения сказать политиков то есть такая примерно ситуация складывать есть еще одна цифра которая я просто ну я ожидал этого но честно не ожидал из двух тысяч шестьсот нелегалов которым были выданы повестки и 2 года тому назад явиться в суд явилась 90 человек и вопросы есть дорогие друзья адвокаты любители нелегалов и так далее из двух по 2600 повесток 90 человек пришло в суд это официальные данные добрый день пожалуйста в эфире что вы переживаете за это медикер медикейт нам все равно осталось жить только 12 лет правда ну хотелось бы их пожить в роскоши о том что нам 12 лет осталось жить элгор говорит уже лет 30 последний ответ камелы хэрис вот на этом вот таун холли по поводу считаете ли вы тоже как бэрни сэндерс что голосовать имеет право криминал ответ камелы хэрис ну по крайней мере это можно поговорить мы должны это обсуждать добрый день пожалуйста добрый ну пожалуй единственная такая радиостанция от которой я в открытом слышал об откатах как-то все со стыдом об этом говорят называя демократов там и адвокатом и демократом называемых и там идиотом и глупыми они далеко не глупые люди хорошо понимают вот эти программы вот это все это именно и есть форма отката в каком виде она приходит это в существо уже не вас ну да ну да в принципе да вы вот такая ситуация деньги выделяются на выборную кампанию скажем а конгры вот послушайте конгресс вуман максим ватерс какая-то компания выделила и она какой-нибудь там pet project проголосовала протолкнула деньги пошли в какую-то организацию эта организация занялась потратила бюджетные деньги и дала максим ватерс там 100 тысяч на избирательную кампанию максим ватерс она своей дочери заплатила за то что она рассылает письма там чуть ли я не помню семьсот пачели до пачели семьсот семьсот пятьдесят тысяч зарплаты выплатила своей дочери которая рассылала письма неплохая зарплата я эту программу это не бизнес я эту программу называю игрой на перстки абсолютно абсолютно да к сожалению времени больше не остается то же самое можно сказать у нас был еще один такой же такой же выдающийся конгрессмен звали его гутеррес дал уиск у тебя есть гутеррес это наш чикагский здесь или нойский он здесь прошел школу когда и пошел туда стажировал да так вот он был в конгрессе а так вот он примерно также выплачивал зарплату своей женке да вот тогда то есть не напрямую чем если дексон джуниор тоже да 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 дело да да вместе со своей женой так что друзья мои у нас на ближайшее время есть достаточно работы особо озаренные люди да они нас держат в бизнесе ну а сионистом которые такие же как барни сэндерс вы пожалуйста в следующий раз когда куда-то будете звонить и говорите что вы представляете русскоговорящую общину вы ее не представляете честное слово таких как вы сионистов которые не бегают по тусовкам и говорят что они сионисты из-за израиля в то же время реально голосуют за людей которые ненавидят израиль готовы ему уничтожить вы лучше не говорите вы не позорьте нашу общину и небосоке искать сионистов которые действительно поддерживают израиль все к сожалению на этом мы всем будьте здоровы